Всем привет! С вами снова Юлиан. И сегодня я вам расскажу, как настроить подвес на бесколлекторных моторах на контроллере By Martinez. Так как я смотрю с этим, у многих возникают большие проблемы. Но, послушав мою видеоинструкцию и моих советов, вы без проблем настроите свой подвес и будете радоваться чудесным видеосъемкам. Итак, приступим. Сегодня у меня под рукой оказался подвесик заводской переодеванный под Mobius. Он облегченный, убраны ненужные крышки, вот эти же алюминиевые, которые дополняют лишний вес. Ну, в общем, не про это сегодня. Первым условием перенастройка контроллера подвеса. Это надо его уравновесить по всем осям. Как видите, сейчас подвес не уравновешен, его перевешивают в сторону камеры. Это легко исправив, на противоположную сторону приклеив какую-нибудь гаечку, монетку на двухсторонний скотч или другим удобным способом. Ну, вот, плюс-минус, он по этой оси уравновешен, а следующую уравновешиваем ось по питчу, то есть таким же способом. Но с Mobius'ом это тяжелее сделать, потому что он легенький, как бы. С GoPro это легче сделать. Кстати, даже покупая готовые подвесы по той же GoPro, она не всегда находится в равновесии, так что проверяйте обязательно по питчу и по роллу равновесия вашего подвеса. Это одно из главных условий для правильной отработки вашего подвеса. Следующий шаг это подключение питания. Одно из главных условий при подключении питания, подвес должен находиться в неподвижном состоянии, потому что при включении калибруется гироскоп, и если вы будете его шатать или держать в руках, он у вас адекватно работать не будет. Поэтому это главное условие, будь то при настройке, будь то когда подвес зависит на квадрокоптере, он должен быть неподвижным. То есть мы включаем. На контроллере сначала загорается зеленая лампочка, и потом когда начинает моргать синяя лампочка, то есть он уже все, он прошел калибровку, и можем приступать к настройке. Подключаем контроллер к USB. Следующим шагом мы запускаем программу из папки с нашей прошивкой. Кто не смотрел прошлое видео, прошивку с программы можно скачать по данной ссылке. То есть ссылочка будет на всякий случай опять же ниже под видео. Скачиваем ее, распаковываем. В прошлом видео об этом говорил. В общем, запускаем программу для настройки нашего контроллера. Выбираем COM порт, 8, и нажимаем CONNECT. Дальше надо попробовать откалибровать наш акцелерометр. Нажимаем DC Calibration. Все, акцелерометр откалиброван. Следующим откалибруем гироскоп. Опять же, при калибровке гироскопа или акцелерометра подвес должен быть как можно... Вообще, даже не держите на него на всякий случай. То есть он должен быть неподвижим. Теперь можно приступать к настройке ПИДов. Начинаем настройку наших ПИДов с одной оси. То есть отключаем ось Pitch, оставляем только ось Roll. И начинаем настраивать подвес с оси Roll. Заходим в программу нашу для настройки, в вкладочку Roll. Если здесь стоят уже какие-то значения ПИДов, то ставим все в ноль для удобства настроечки. И начинаем настраивать. Начинаем мы с настройки ПИДов со значения PWM. Это мощность электромагнитов. Ну, то есть подаваемый ток на БК-моторы. Чем большее значение, тем сильнее будет удерживать БК-моторы подвес с оси в данном положении. Но здесь самое главное не переборщить с этим значением, так как если будет большое значение, то мотор будет очень сильно греться. Второе, он будет много потреблять тока. И третье, вы не сможете компенсировать с помощью ПИДов все вибрации и дергания во время отработки подвеса. К значению PWM надо очень серьезно отнестись и точно его настроить. Так как от этого значения будет зависеть дальнейший наш настройки ПИДов. То есть как это делается? Ставим сначала минимальное положение и находим такое значение PWM, при котором БК-мотор может удерживать наш подвес. То есть сейчас он плохо держит и вяленько. Добавляем еще 28. Как видим уже сильнее держит подвес. Еще, но это мало. Ставим 36. Вот сейчас подвес держится очень хорошо, даже видите как бы амортизирует. Но это многовато на самом деле, надо убрать. Я думаю где-то на пару единиц. Вот. То есть надо найти такое значение, при котором не будет сильно жестко удерживать подвес. Но в то же время может удерживать подвес в нужном состоянии. То есть теперь можно устраивать значение I в ПИДах. Ставим значение I сначала единичку. То есть 1.0. Подвес начнет жить как бы уже своей какой-то жизнью, начнет дрыгаться. То есть теперь можно приступать к настройке P. Сейчас как бы поставим, чтобы это было видно. Добавляем значение P до тех пор, пока подвес сам не начнет выравнивать уже в горизонт камеру. Вот сейчас он, видите, уже начал выравнивать примерно при 46, но это много. Вот чуть-чуть убираем. Убираем, ставим значение P сейчас. Вот сейчас посмотреть, что было видно. Вот сейчас где-то 32, подвес начинает так от слегонца болтаться. И теперь с помощью значения D компенсируем до тех пор, пока подвес не перестанет елозить как бы туда-сюда. Вот. При значении где-то 34-35 он замер. Проверяем. Как видите, уже подвес держит... Сейчас его тронул нечаянно. Держит горизонт. Вот, довольно-таки хорошо держит. Но сейчас при движении я чувствую маленькие дребезжания в БК моторах. То есть это может сказаться на видеосъемке, будет дребезжание картинки. То есть поэтому значение D надо настроить до тех пор, пока не исчезнут эти вот вибрации на моторе. Вот только они исчезли, то есть надо прекратить. Если поставить много, появятся высокочастотные дребезжания. Вот сейчас слышите пищи? Это слишком большое значение компенсации. То есть ставим на такое положение, чтобы только подвес, вот буквально только-только перестал дребезжать. И проверяем его двигаясь туда-сюда. Двигаясь туда-сюда, подбираем это значение D, чтобы не было никаких хрустов в БК моторах. Даже можем попробовать подставить алюминиевым корпусом к своим зубам, чтобы почувствовать, есть дребезжание в подвесе или нет. Кстати, очень хорошо чувствуется. Такой вот маленький совет. Все. У меня примерно сейчас вышло ПВМ 36. Значение D 34. А 1. П 32. Теперь для удобства. Отключаем ролл. И подсоединяем ось пищи. И производим те же самые настройки, как и на ролле. Добавляем ПВМ сначала до того состояния, как сможет удерживать магнит мотор положение камеры. Ну, примерно так. Нет, надо чуть-чуть добавить еще. 25, думаю, будет то, что надо. Вот. Сейчас электромотор хорошо удерживает камеру. Теперь добавляем значение I опять до единицы. С помощью P добавляем, чтобы камера выровнялась в горизонт и начала вот так вот дребезжать. И теперь с помощью значения D добавляем до тех пор, пока дребезжание это... Так, вот сейчас появились вот такие дребезжания, которые не могут компенсироваться ни с помощью значения P, ни с помощью D. То есть это большое значение, значение ПВР. Убираем ПВР примерно. Вот. До 17 я убрал. Прекратились такие высокочастотные дребезжания. Теперь убираем еще раз P. И еще раз пробуем настроить. Сейчас поставлю вниз. Вот. Начал дребезжать по питчу. И компенсируем с помощью D. Проверяем. Все. Вот сейчас, видите, камера заваливается, не отрабатывает. Все-таки маленькое значение ПВР. ПВМ. Добавляем еще. Добавляем по чуть-чуть. Было 17, ставим. Почти 18 поставим. Ставим 17,8. Проверяем еще раз. Все равно мало. Добавляем 18,5. Ставим 19. Вот при 19 полностью отрабатывает. Но начал опять дребезжать чуть-чуть, поэтому добавляем опять значение. Убираем значение П. Добавляем. Убавляем D. Все. Теперь можно подсоединить ось Roll и проверить в комплексе, как работает наш подвес. Еще раз проверяем по всем осям наш контроллер. Чтобы не было ни сдвигов, ни всяких микрохрустов в БК-моторах. Сейчас работает хорошо. Держит горизонт отлично. И нажимаем Сохранить настройки. Заходим в вкладочку Сеттинг и нажимаем Save to E-Prom. И настройки все сохраняются. Теперь осталось только подключить канал радиоуправления. Управление на подвесе питчем. Чтобы отпускать и поднимать камеру. То есть мы должны для начала привязать крутилочку на один из каналов нашей радиоаппаратуры. И с этого канала подключить к входу контроллера A1. Можно в A2 включить управление по Roll но это, я думаю, не надо. Хотя некоторые подключают. Все. Включаем наш подвес и проверяем. Крутим крутилку. Все. Камера вниз плавно отпускается в другую сторону. Поднимается. Ну вот и все. Подвес наш настроен. Отлично работает. И теперь еще пара маленьких советов. При питании от силового аккумулятора при просадке напряжения может плыть горизонт. Так как при более низком напряжении требуются настройки других ПИДов. Для того, чтобы этого не происходило нужно использовать отдельные бэки для питания контроллера нашего подвеса. Можно купить готовые 9-ти вольтовые. А можно использовать вот такие вот бэки на микросхеме LM2596. Стоят всего лишь такие платки около 1,5 доллара. Светлых закупится всегда штук 10. Они всегда пригодятся в хозяйстве, как говорится. С помощью приема подстроечного резистора выставляем нужное напряжение. Допустим, при питании от 4 банок я выставляю 11 вольт. И при подключении 11 вольт настраиваю подвес. ПИДы для подвеса. При подключении 3 банок выставляем 8,5-8,2 вольта. И опять же при включенном бэки настраиваем ПИДы. Так как при другом напряжении ПИДы могут отличаться. В принципе все. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось, было полезным и обучающим. Всем пока. С вами был Юлиан. Ставим лайки и подписываемся на мой канал. Пока. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok